ПЕСНЯ Мы приехали в поселок Белимбай Свердловской области, где в своем доме живет семья Калегина. Стас, Татьяна и трое их детишек – Машенька, Анатолий и Игнатий. Как люди находят друг друга, как чувствуют, что это именно тот человек, с которым готов жить и в горе, и в радости твоя вторая половинка. Как встретились Стас и Татьяна Калегины – это долгая, интересная и удивительная история. Есть притча, как один бандит решил ограбить монастырь. Не ожидал вор, что сестры встретят его, как дорогого им человека. Они и ноги ему помыли, и воду, как говорится, испили. Покаялся грешник и стал праведником. Из этого не следует, что, чтобы хорошо и по-крестьянски жить, надо начинать с того, чтобы захотеть ограбить женский монастырь и так далее. Вот. Семья наша создавалась вот как. Значит, я в тот день, когда встретил Татьяну в ночном, ну, в рок-клубе, вот, я решил, что отрезветь я уже больше не буду. Вот утром, отрезвив голову, я принял такое решение, что всё, отрезвый образ жизни уже не для меня. Ну, и, в общем-то, думал, что всё, на этом у меня жизнь и закончится. У меня раньше, у меня такой подвиг был в то время, я по средам, на среду и пятницу не планировал пьянки. То есть я себя осознавал православным христианином, но вот на большее я был не способен. Вот. Ну, и, значит, мы с ней там познакомились. А она была в таком состоянии. У неё кончался период ремиссии, и она героиновую тягу глушила, ну, всякими такими более лёгкими вещами, значит, доступными. Вот как раз у неё отходняк был, её пришло, холодный пот. Вот. Вот. Я был в изрядном подпите, и так вот мы, в общем-то, и познакомились. 2000-й год Стас и Татьяна встречали вместе. Они сразу поняли, что хотят быть друг с другом, жить и любить. Но она употребляла наркотики, он беспробудно пил и не мог остановиться. Я как-то представлял, что я в такое сомнительное мероприятие ввязываюсь, а вдруг у жены этот период ремиссии закончится, и закончится надолго, может быть, навсегда. Ну, так подумал, ну, всё, буду там её отлавливать на Малышева, отмывать, лечить некоторое время, пока не надоест. Если ты познакомились, ты сразу решил, что всё, вот ты вот, это твоя. Да, это я так, конечно, сразу понял. Смотрел Стас на эту женщину и думал, думал о себе, о ней. Татьяна видела пьяного мужчину и тоже думал о чём. Она решила, что там внутри у меня что-то должно быть сокрыто всё-таки хорошее, какой-то женской интуицией почувствовала, и это вот близко к сердцу принимать не стала. А она передо мной такое условие поставила, то есть вот этот брачный контракт. Ну, она понимала замуж, понимала, что выходит замуж уже за алкоголика, да, и условие единственное было, чтобы я её не бил, особенно оружием. Ну, у неё был уже такой опыт. Вот, ну, я так утром проснулся, думаю, хорошо, вот я буду пить. Она будет, значит, воспитывать жертв пьяного зачатия. Стас в одночасье бросил пить. В одну ночь вот так переделался, сколько не пытался пить, бросить, там всё хуже и хуже, то у меня получалось, я всё скатывался и скатывался. Скажете, чудеса так не бывает? Бывает. Чудо случилось и с Татьяной. Наркотики исчезли из её жизни навсегда. Вот эта вот кротость, которая в женщине есть, она может не то, что мужчину победить, она того, кто сильнее, чем мужчина, побеждает. Если бы она так грозила, там, брыкалась, что я вот сделаю то, я сделаю это, если будешь пить, я бы, конечно, спился. Победила женская кротость, победила любовь. И начался путь семьи Калегиных к Богу, шаг за шагом. Вот церковление у нас такое плавное было. Ощущение греха, оно всё-таки, конечно, притуплено. И если в книжке не прочитаешь, то, может быть, даже не узнаешь, что живёшь в состоянии плотского смертного греха. Первая беременность Татьяны была неудачной. Калегины потеряли малыша. Четыре месяца, по-моему, четыре или три мы вынашивали ребёночка, а потом оказалось, что регрессирующая беременность, и что его уже давно нет. То есть мёртвый ребёнок был, да? Мёртвый, да. Ну, это образ жизни, я думаю, что у нас такой был, что мы просто не способны были к продолжению рода. Супруги мечтали о ребёнке. И через год Таня вновь носила под сердцем желанное дитя. Первый раз писали заявление, что отказываемся от аборта. Жена там как раз в больнице познакомилась с крёстной Машей. Они вдвоём с Олей, Олей звали эту женщину. Отказ от аборта писали. Таню наблюдали в стационаре. Медики настаивали на аборте. Женщина отказалась. Ее выписали из больницы и коллегины стали ждать малыша дома. Татьяне нельзя было работать. Стас делал все возможное для своей супруги и будущего малыша. Вернее, малышки. Со старшей дочерью беременность мы планировали даже. Хоть ругают это слово православное, что планирование беременности, что нельзя беременность планировать, что ребенка завести это не собачку завести. Но все равно какие-то шаги к тому, чтобы беременность протекала по возможности как можно лучше, все равно стоит сделать, предпринять. Мы оба пили витамины. Я прошла какие нужны обследования. И тем не менее, все равно беременность вторая пошла на перекос. Ну, сначала, как обычно, токсикоз сильный был, а потом кровотечение попало в больницу. Ну, вот там сначала сказали, что отслойка большая, что надо убирать. Вот. Мы посоветовались с батюшкой, ну, посоветовались с батюшкой, что мы, в принципе, готовы, даже если нужно и умереть, что, значит, ну, нельзя делать аборт, значит, нельзя. Батюшка тоже нас поддержал, сказал, что нет ни в коем случае, только если там уже угроза жизни матери и ребенка никак не спасти, тогда уже. Таня верила, что с ребенком, который толкался в животе, будет все в порядке, отказалась от аборта. Дальше я дома просто лежала. Вот когда она первый раз дома просто лежала, это было очень легко, ну, потому что у нас тогда детей еще не было. Причащались мы тогда с тобой, по-моему, часто, да, более-менее? Да, мы даже, вот когда эту беременность-то планировали, мы каждую неделю причащались, готовились, молились. Вот. И я лежала и, ну, пила, какие нужны лекарства, потом сделали УЗИ, сказали, что все нормально, замечательно, никаких следов даже от отслойки не осталось. И сегодня радует родителей старшая. Машенька, вымолили девоньку. Стас вспоминает, как поехали в Екатеринбург и зашли в Спасский монастырь. Верили и молились, молились и верили. Две беременности плохо у нас проходили, и переломные моменты, я считаю, все-таки после посещения Спасского монастыря на Елизавете наступали. Благодарить-то все равно Бога надо, я уж не знаю, какими там судьбами это получилось. Ну, вот, тем не менее, вот, после этих поездок значительное улучшение наступало, да, ведь правильно? Да. Второй ребенок Тане, как говорится, достался легче. Без больницы обошлось. Можно сказать, вообще без забот. Там еще когда не знали, что беременно... Я даже помогала батарею вешать. Да, вот навешивали 14-секционные батареи. Мне одному как-то уж было не с руки, я их подтаскивал сам, на крючки-то, мне Татьяна помогала вешать. Вот, ну, тем не менее, вот, без забот пошла беременность. А вот с этим-то мы намучились. Ой, это самая страшная беременность была из нашей. Вот это было на драйве. Татьяна у меня в больнице. Ей там, значит, обещают все удалить, если она, значит, родит на 20-й неделе, да? Ну, если откроется кровотечение 20 недель, то уберем все. И о ребенке уже никто думать о твоем не будет. Дай Бог, чтобы твою жизнь спасти. Мы проконсультировались у православных врачей, они нам сказали, ну да, правда, потом что там у тебя еще было, ты мне позвонила. Было подозрение, опять же, на регресс, вот как самая первая беременность. Как в больнице попало, УЗИ показало, что 4 недели. И когда выписывали из больницы, через 2 недели, опять же, 4 недели УЗИ показывало. Вот сказали, что все, регресс. Мы сейчас созвонились с православными врачами в Свердловске, нам сказали, что на таком раннем сроке бывают ошибки, что бывает скачкообразное развитие. И потом за неделю, как за 2 сразу же скачок. Так и получилось. Медики провели УЗИ, и вроде бы все в порядке. Но что-то было не так у беременной женщины. Врачи настаивали на аборте. Ей сказали, вот до часу, допустим, ну, предположим, до часу, значит, есть анестезиолог у нас сегодня в отделении, а там где-то с 2 часов придет специалист по УЗИ. Или мы тебе сейчас делаем аборт, который у тебя уже начался под наркозом, или ты ждешь 2 часов, делаем УЗИ, диагноз подтверждается, и мы делаем тебе аборт без наркоза. Она мне позвонила домой, я вроде того, что сама решай, да, как-то так отговорился. Ну, вот она так вот решила. Я сказала, что без наркоза так без наркоза, надо сначала выяснить, жив ли ребенок. И вновь молитва спасла супругов, вера и надежда. И появился на свет Божий Игнатий. Пока мама находилась в роддоме, папе досталось по полной программе. Машеньке и Толику без мамочки тоже туго пришлось. Она в больнице лежала. Я тут один был с двумя детьми. Мне больничный даже дали, все замечательно. Где-то... Первую ночь, я не помню, что они со мной делали. Вторые сутки я уже тоже не сплю. Машу рвет, она, значит, вырвет, она веселится. Барыня угорела, грязных яблочек поела. Она их сама мыла. Только вроде я с Машей разберусь. Толик просыпается. У него зубки режутся. Его тоже рвет. Прямо воздушный бой какой-то, улыбается, вспоминая те дни, Стас. Помолился, взял на руки Толика, походил. Как-то вот пережил я это самое страшное время. Врачи перед родами добрых прогнозов не давали. Говорили, что малыш может появиться на свет с различными патологиями. Даже подозрение на УЗИ было, что пороки развития у ребенка со стороны сердца и желудка. Ну, следующее УЗИ потом опять показалось, что все нормально, слава Богу. И Машенька, и Толик, и Игнатий растут здоровыми. Здоровее многих, у которых беременности протекали по сценарию идеально. У нас тут, видите, условия спартанские. Тут сильно не поболеешь. Тай, вот скажи, пожалуйста, Стас рассказал, что вы познакомились в каком-то рок-клубе, да? Вот твоя жизнь отрезка поменялась? Да, конечно. Супруги Колегины вместе, Стас и Танечка, и дети, которых они так ждали, вместе идут по жизни, преодолевая трудности. Могли ли знать они когда-то, что все будет именно так, вместе и с именем Божиим на устах. Я только не ожидала, что все-таки это получится, что вот так вот Господь сведет, что будут такие замечательные отношения, взаимопонимание и жизнь трезвая. Я просто этого не ожидала. Я мечтала об этом, но не надеялась особо. Стас рассказывает, что своего воцерковления ждал долгих семь лет. Я крестился, а я с тех пор все дальше, дальше, дальше от церкви отпадал, отпадал, отпадал. Но я знал, вот мне надо в следующее воскресенье пойти в церковь, ну с чего-то нужно начать. И все это следующее воскресенье так вот семь лет откладывалось на следующее, на следующее. За неделю до знакомства со Стасом я была первый раз на исповеди. И причем на исповеди-то я была даже не по собственной инициативе. Меня, можно сказать, под угрозой туда заслали, что больше к нам не приходи, если не поговоришь с батюшкой. Я шла даже не на исповедь, а просто поговорить с батюшкой. А попала на исповедь. Ну вот, и даже из церкви потом убежала. Тяжело было находиться в церкви. Ну и вот Господу сделаешь один маленький шажок, он к тебе тысячу. Встреча Стаса и Тани изменила все в их такой сумбурной жизни. «Я благодарен Господу за все, что было», – говорит Стас. «Через все пережитое мы шли и идем к нему». Если осина, а не яблоня, то так, конечно, человек и растет, как осина, а не как яблоня. Герман Оляскинский, он там 16 лет в монастырь пошел, я пошел в другое место. Ну, тем не менее, это мой путь. Дети Коллегиных тоже на пути к Господу. Они видят родителей. Этого достаточно. Как хотят. Они же видят, как мы живем. Они во всем этом участвуют. Они впитывают в себя это. Когда мы бываем в церкви, они бывают с нами. Они причащаются, причем чаще нас. Тоже молятся как-то по-своему. Они, естественно, они в этом растут. Дети же, они не на лекциях воспитываются, а на жизненном примере своих родителей. Что видят, так и воспитываются, так и растут. Что читаете детям, какие песни поете, спрашиваем супругов коллеги. Я пою недостаточно хорошо, чтобы там петь в церкви. Ну, а дома вот получается. Пока я усыпляю Толика, Стас ходит с Игнашей и поет знаменным распевом. Он, кстати, очень хорошо успокаивается. А с Машей мы из «Жития святых» прочитали. Я на холодильник ставил книжку, какой-то груз. Мы по очереди. Пока один ест, другой читает. Потом меняемся. Потом Игнатия Брянчанинова тоже так же читала. На улице, в основном мы это делали. Машу в коляске трясу одной рукой, другой сижу, читаю. По-моему, даже вслух читали, да, ты рядом, когда? Вот так и живут. Стас, Татьяна, Мария, Анатолий и Игнатий Калегин. В своем доме, который глава семейства всеми силами старается сделать лучше, держат коз, чье молоко полезно малышам. Живут верой в Господа, молятся, читают жития святых, ходят в храм и бесконечно любят друг друга. Без любви не бывает рассвета, Теплый луч пусть коснется тебя. Навсегда уходящее лето. Вот чинаш, погляди на меня. Ты живешь, ты гнишь, ты поешь, как молчишь. Благословляешь. Если ссориться и злиться, то получится беда. Лучше петь и веселиться, чем сердит им быть всегда. Лучше петь и веселиться, чем сердит им быть всегда.